Привет! Маринованные вешенки по вкусовым качествам не уступают лесным грибам. Для их приготовления нам нужно выбрать не очень крупные грибы, не перезревшие. Если попадаются крупные, то делить их на 3-4 части шляпки. Отделяем шляпки от ножек, промываем их и делаем рассол, в котором будем отваривать грибы предварительно. На 1 кг чистого веса, вот таких шляпок, нам нужно взять 2 литра воды. Добавляем чайную ложку молотого кориандра. Туда же всыпаем 70 г соли, острый молотый перец красный чайную ложку или пол чайной ложки, 3-4 листика лаврового листа и столовую ложку 9% уксуса. Доводим до кипения воду, рассол этот, и туда опускаем грибы. И с момента закипания отвариваем их 5-6 минут, больше не надо. Вот вода закипела и засекаем время. 5-6 минут прошло, мы сливаем эту воду, только не выливайте ее в раковину, а в отдельную какую-то посуду или в кастрюльку, она нам пригодится. И пока горячие еще грибы, туда бросаем 3-4 зубчика мелко нарезанного чеснока, туда же пол столовой ложки сахара, чайная ложечка молотого кориандра, 1 луковицу нарезаем, репчатый лук полукольцами, чайная ложка паприки и уксус, столовая ложка. В данном случае у меня бальзамический уксус, можно брать любой, яблочный, столовый, какой угодно уксус, виноградный. И добавляем нерафинированное растительное масло, у меня подсолнечное, пахучее масло. Размешиваем, посыпаем зеленью. Зелень у меня петрушка и укроп, вы можете добавить любую, какую любите зелень. Все это смешиваем и заливаем вот тем рассолом, в котором варились грибы изначально. Маринадом, рассолом. Вливаем так, чтобы грибы плавали, чтобы вода их покрывала, жидкость покрывала их. Все размешиваем, даем полностью остыть, потом накрываем крышкой посуду и ставим в холодильник. Лучше на сутки, можно часов на 10, но лучше на сутки. Через сутки вы получаете великолепные грибы. Очень вкусные, тверденькие, такие, ой, даже не знаю, чуть сладковатые, кисловатые. В общем, вкус у них изумительный. Попробуйте, совсем просто готовить. Грибы получаются очень вкусные. Спасибо, что заглянули ко мне. Приходите еще и делайте.